добрый день дорогие друзья дорогие коллеги я часто получаю вопросы связанные с методикой хеллопиана и меня спрашивают как ее использовать где можно получить больше информации в этом коротком видео я хочу дать крутенькие сведения о всех книгах которые я за это время написала и как я их использую больше видео вы можете увидеть на моих страницах фейсбуке хеллопиана the secrets of the first steps или в группе интернешнл хеллопиана онлайн фестиваль или у меня на странице естественно в ютюбе есть тоже первая книга хеллопиана это донутный период организация игровых движений постановка руки и мы пытаемся с помощью упражнений из этих из этих тетрадей достичка наиболее лучшего звука качественного чтобы ребенок играл свободно чтобы у него не было зажима чтобы он играл с крепкими пальцами чтобы он себя хорошо слушал чтобы он мог концентрироваться все это есть в этих книгах и особенно в первой книге очень много упражнений на концентрацию и внимание на игру различными штрихами мы начинаем играть только третьим пальцем и после того как мы можем сыграть третьим пальцем не только правой рукой или левой рукой или двумя руками а различными штрихами или в различных направлениях тетракорд вниз левая рука тетракорд вверх правая После этого мы можем начинать легато, и после этого легато две нотки на одно движение кисти, три, четыре и пять. Вы видите здесь диски, на которых записаны аккомпанементы ко всем упражнениям в трёх темпах, для того, чтобы ребёнку было удобно играть дома. И я надеюсь, что родители будут помогать ребёнку в занятиях. Но, естественно, на уроках с преподавателем у преподавателя руки свободны, и он может помогать ребёнку лепить его руку, поддерживать, и тем самым у ребёнка формируются правильные движения. Когда мы доходим где-то до середины хеллопиана один, когда ребёнок уже умеет играть легато, две, три, четыре ноты, Дальше я смотрю по ребёнку, какие у него задатки, какие у него желания, чего он хочет. Если ребёнок говорит, что он хочет очень учить ноты, тогда мы берём и к хеллопиана один подсоединяем хеллопиана два. А здесь это знакомство с нотами, с нотной грамотой и чтение с листа. Хеллопиана два, первая часть. Мы знакомимся с нотами от до, до соль и от до фа. Дети занимаются композицией здесь, изучают интервалы, яркие рисунки, дети получают задания, они пишут ноты, они строят интервалы от различных нот. Хеллопиана два, вторая тетрадь. Мы изучаем ноты дальше, то есть мы уже изучаем ноты до, до третьей октавы в правой руке и до, до большой октавы в левой руке. У нас появляется пунктирный ритм синкопа, у нас появляются более сложные задания по композиции. Здесь есть тренинг для игры, ритмический тренинг, например, или задания для игры с листа, а также аппликатурные упражнения. То есть все эти тренинги, все эти упражнения помогают лучше и быстрее играть с листа. Когда ребенок, я возвращаюсь опять к первой тетради, к Хеллопиана один, если вдруг ребенок хочет или его приглашают где-то выступить, то в ход идет Хеллопиана три. Хеллопиана на концерте. Здесь представлены пьесы для тех детей, которые уже умеют читать ноты, а также для тех детей, которые не умеют читать ноты. И для них специально разработанные схемы и специальные предварительные упражнения, которые позволяют им выучить легче пьесу. Кроме того, так же, как уже и во второй тетради, в третьей тетради уже существуют не CD, а QR-коды, аккомпанемент на QR-кодах. Если я вижу, что ребенок может быть постарше и хочет уже быстро играть на инструменте, в таком случае мы должны формировать его технику и улучшать его технику. Развитие техники у начинающих – это книга 4, а также здесь у нас есть этюды и гаммы в том виде, в котором я занимаюсь со своими учениками. Еще написаны мною «Хеллопиано 4 настроения». Это 4 обработки для начинающих известных классических произведений. «Отро Григо», «Трич-трач-полька» Штрауса, «Адажио Альбинони» и «Марш» из балета «Щелкунчик». Крупный текст, очерченные партии ученика, так чтобы ему было легче и удобнее находить. Информация о композиторах и так же, как и в предыдущих сборниках QR-кода, сопровождение в трех темпах на QR-кодах. Я не приготовила, надо бы показать, но я просто расскажу, что есть еще, на мой взгляд, интересная композиция, которую я написала для начинающего ученика, занимающегося тогда у меня 9 месяцев. Это вариации на тему Баха, краски природы. И эти вариации можно послушать в YouTube, они стали любимыми на многих континентах, во многих странах. Вот та методика, которую я написала, издала 5 лет назад, но шла к ней наверняка всю свою жизнь. И дети, которые занимаются по этой методике, делают очень хорошие успехи. Я не знаю, знаете ли вы моих учеников. Все они начинали играть и учиться по этой методике. И сейчас, в этом учебном году, они выступали с оркестрами, они получали самые высокие баллы на крупных конкурсах. И методика очень действенная. Так что, если у вас какие-то будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием отвечу. И смотрите видео, я думаю, что тогда вам откроется еще больше понимания этой методики. Возможно, вам захочется тоже попробовать ее в своей педагогической работе. Я вам желаю прежде всего мира, здоровья, ну и радости от преподавания. Всего доброго.